Добрый день, меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр-нарколог, психотерапевт. Трудоголизм это аддикция к работе, зависимость не химическая, а именно поведенческая, когда работа начинает занимать несоизмеримо большую часть жизни человека. Изначально мотив может быть самый положительный, сделать карьеру, заработать побольше средств для семьи, для родственников, вырасти в профессиональном плане, но постепенно человек начинает все положительные эмоции, все плюсы искать только в работе. За счет этого страдает личная жизнь, страдает дружба, страдают взаимоотношения с людьми, здоровье, можно сказать, что сыпятся все другие сферы жизни. Причем начинается из-под воли, если в случае с химической зависимостью, с наркотиками, любое увлечение сразу носит негативный оттенок, понятно, чем это закончится, то в случае трудоголизма это выглядит как интерес к работе, как ощущение потока в работе, поначалу даже приветствуется знакомыми, родственниками, семьей, и человек втягивается постепенно, где-то на час задержался на работе, потом на два, вышел на работу в выходные. Человек все время начинает разговаривать о работе, у него резко сужается круг интересов. Причем в развитии трудоголизма возможны два варианта. Это я называю японские типа компании Toyota, где это приветствуется, чрезмерные переработки. После окончания рабочего дня у них такой принцип кайсен, то есть все работники собираются, обсуждают, как они могут улучшить, принцип непрерывного совершенствования, и корпорация всячески это поощряет. И другой полюс — это люди, работающие сами на себя, фрилансеры, собственники бизнесов, люди, которые считают, что все держится только на них, все контролировать должны они, делать большую часть операций они, только так можно получить наилучший результат, они не могут делегировать, они никому не доверяют, все время нагружают, себя нагружают, ставят себе определенную планку, часто это там миллион долларов или там три квартиры в Москве, потом они этого достигают, тут же этого становится мало, уже следующая планка — 5 миллионов долларов, еще какое-то количество недвижимости, и так до бесконечности, потому что в итоге результат фрустрируется, он не столь важен, а вот сам процесс, вот эта работа, самосовершенствование, отдача, он начинает приобретать состояние аддикции, и все эмоции, все уже связано непосредственно с ней. Ну и следом за вот такими серьезными вложениями возникают нарушения здоровья. Опять же, у японцев описан этот синдром Кароши, смерть на рабочем месте, вот первый раз случилось в населенном пункте, который называется Кароши, там человек несколько суток работал, пока не умер. И сейчас в Японии каждый год описывается 200-300 смертей, вот недавний случай их премьер-министр, который 20 месяцев работал без отпуска, у него за 20 месяцев было всего три выходных, в результате у него в 63 года случился обширнейший инсульт, и он не приходя в сознание умер. Поэтому трудоголизм это не то, что вот вредная привычка или что-то, это действительно очень тяжелая зависимость, которая приводит и к развитию гипертонии, к преждевременным инфарктам, инсультам, очень часто молодые люди перерабатываются, умирают. Ну, естественно, разрушаются семьи, потому что жены вначале поощряют, да, это здорово, что человек много зарабатывает, но потом уже интерес к заработку тоже падает, у человека процесс начинает доминировать, он пропадает на работе, у него резко сужается репертуар разговоров, он может говорить только о работе, о каких-то своих успехах или неуспехах, его не интересует окружающая жизнь, он теряет интерес к детям, вернее, на чувстве вины он пытается там деньгами, как правило, подарками откупиться, вот он не уделяет детям внимания, зато он их обеспечивает. Многие женщины, конечно, соглашаются на такую модель, но в итоге она все равно тупиковая, у человека возникают тяжелые проблемы со здоровьем, тяжелые проблемы с психикой, часто возникает череда неудач на работе, такие люди могут впадать в депрессию, у них повышенный риск суицидов, потому что высокая планка ожидания от работы, и когда что-то идет не так, это очень часто приводит к тому, что человек декомпенсируется, у него возникает невроз, депрессия, суицидальные мысли, он попадает в клинику, а восстанавливаться неоткуда, он все вложил в работу, у него другие сферы жизни все недоразвиты, и образование, и семья, и имидж, и отношения с людьми, он все время работал, работал, через работу получал все свои плюсы, поэтому таких людей очень тяжело восстанавливать, тяжело лечить, зачастую им назначается медикаментозная терапия, и основной работой является психотерапия, работа с приоритетами, проработка картины мира, проработка картины будущего, вплоть до того, что вот завтра ты умрешь, и что ты добился, что кроме работы ты можешь предъявить. Достаточно легко понять, что у человека трудоголизм, потому что все остальные сферы у него обязательно страдают, это вот, знаете, как такой анекдот про финских лесорубов, которые в лесу о женщинах с женщинами Олеси, а здесь человек становится суперфинским лесорубом, он в лесу Олеси, с женщинами Олеси, во сне Олеси, вот у него только работа, 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 удачи, неудачи, какие-то планы, все от него зависят, он супер незаменим, он должен там по выходным работать, задерживаться, начальство на него молится, подчиненные на него молятся, работа у него в руках горит, вот он такой эталон, столб просто компании, или это работающий на себя человек, который знает все этапы работы, все делает, вплоть до уборки помещений, будучи директором, вот он во все лезет, во все процессы лезет, он и наставник воспитывает новых сотрудников, он там решает все, вплоть до закупки туалетной бумаги, никому ничего не дает делать, вот он должен все контролировать, во всем участвовать, 24 часа у него телефон работает, он ни на секунду его не может отключить, он не ездит отдыхать, потому что ему там скучно, плохо его замучают звонками с работы, я все равно лучше останусь дома, вы там езжайте куда хотите, хоть на год, только меня не дергайте. Он не уделяет внимания детям, не уделяет внимания семье, понятно, на чувстве вины он пытается откупиться деньгами, подарками, рассказывает, что вот сейчас, сейчас, сейчас я свой миллион или миллиард заработаю, остановлюсь, и мы тогда заживем, но это все остается проектами, человек либо прогорает, теряет здоровье и становится банкротом, либо зарабатывает этот миллиард, и следующий план у него 10, он не остановится никогда, это очень тяжелая зависимость, подкрепленная изменением нейромедиаторов и паттернами поведения, его очень долго надо с этого выводить, надо заниматься психотерапией, останавливать, работать с приоритетами, только так это можно остановить. Последствия трудоголизма. Как и всякая зависимость, трудоголизм приводит к тому, что одна модель поведения начинает доминировать над остальными. Человек все вкладывает в работу, вся его энергия, все свободное время, все эмоции, все в работу. Страдает семья, страдают дружеские отношения, человек не отдыхает, у него накапливается достаточно высокий уровень стресса, возникают различные психосоматические нарушения, неврозы, депрессии, обсессивно-компульсивные синдромы, может сформироваться все, что угодно, потому что человек считает себя незаменимым, очень остро переживает любые проблемы на работе, они неизбежны, когда нарастает переработка, утомление, человек начинает ошибаться. Очень часто эти люди по природе перфекционисты или достигаторы, постоянно повышающие планку, не способные удовлетвориться никаким результатам. Накапливающийся стресс рано или поздно приводит к декомпенсации, к невротической симптоматике, к депрессивным, к заболеваниям сердца. Эти люди все гипертоники, у них часто сахарный диабет второго типа, так как они неправильно питаются, они питаются на ходу, у них сбит режим сна, отдыха, питания, часто это фастфуды. Эти люди пьют кофе просто, можно сказать, бочками, чтобы постоянно быть в тонусе, чтобы иметь высокий уровень внимания, потому что они работают 12, 14, 16 часов в сутки. Естественно, срабатывают защитные механизмы в нервной системе, возникает переутомление, человек начинает существенно тормозить, у него падает внимание, он вынужден принимать стимуляторы. Некоторые расслабляются алкоголем, наркотиками, как веществами, позволяющим быстро снизить уровень стресса, получают алкогольную, наркотическую зависимость, склонны обращаться к проституткам, потому что в силу того, что действительно дефицит времени, ухаживать некогда, получают различные инфекции, у них еще возникает сексоголизм параллельно. То есть, казалось бы, очень социально поощряемое трудолюбие, работа очень быстро перетекает в тяжелую зависимость, когда страдают все сферы, возникают и соматические, и психические заболевания, и человека зачастую приходится вытаскивать из тяжелой депрессии, из утраты жизненных смыслов, особенно когда на работе начинается череда неудач, то есть, человеку просто не на что опереться, у него нет семьи, нету какого-то образования, нету других интересов в жизни, если, не дай бог, что-то на работе идет не так, то это вплоть до суицида. После того, как мы поговорили о причинах, о симптомах, о последствиях трудоголизма, плавно переходим к лечению, что делать. Если вы столкнулись с тем, что у вас родственник, ваш близкий страдает трудоголизмом, вы должны понимать, что это целая серия мероприятий, обязательно первичная консультация у врача, психиатра, психотерапевта, обследование, так как часто эти люди уже имеют соматические заболевания в виде гипертонии, заболевания сердца, нарушения обмена веществ, исследование его психического статуса. Очень часто эти пациенты имеют различные виды неврозов, фобий, депрессий, поэтому крайне важно их обследовать, понять их состояние, кому-то подобрать медикаментозную поддержку, и затем плавно переходим к психотерапии, к работе с приоритетами, с расстановкой акцентов жизненных, с проработкой новых моделей поведения. Очень часто я своим пациентам ставлю задачу прям вот делегировать максимум полномочий под подчиненным, после восьми вечера отключать телефон, брать себе выходной, куда-то уезжать семьей, без средств связи. Да, поначалу им очень тяжело, у некоторых случаются истерики, они ищут телефон, они там что-то втихаря по-партизански пытаются посредством смс-ок управлять своими бизнесами, но потихонечку человек понимает, что жизнь состоит не только из работы, что у него есть семья, которая может давать не меньше положительных эмоций, занятия спортом, хобби, друзья, здоровье, небесконечные ресурсы, из которого можно только брать и ничего не давать взамен. И потихонечку формируются новые стереотипы поведения, человек ставит себе новые приоритеты, он многого достиг благодаря своему трудоголизму, теперь пора пожинать плоды, можно что-то делегировать другим, оставить себе какие-то ограниченные функции управления. В некоторых запущенных случаях люди даже продают бизнес, им хватает на всю оставшуюся жизнь денег, но главное, что у них сохраняется семья, у них сохраняется здоровье, у них появляются новые смыслы в жизни, уходят неврозы, депрессии, они получают новое качество жизни, и получают новые смыслы в жизни, и живут дальше вполне полноценно, без всякой аддикции, и получают максимум удовольствия от жизни. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме трудоголизм, звоните на нашу круглосуточную горячую линию, мы вам обязательно поможем.